Приветствую вас и отвечаю на первый вопрос. Значит, у любого страха есть своя причина. По сути дела, страх есть проявление иррационального мышления, то есть представление оторванных ход реального мира. Соответственно, чтобы перебороть трафик, нужно понять его причину. Чтобы понять его причину, нужно отправиться в тот момент, когда он у вас появился только. И подробно разбирать возможные ассетусы, которые выявили у вас подобные отношения. Если страх связан с боязнью, показаться неуверенным, глупым и т.д., то нужно повышать свою самооценку путем реализации в других сферах, не связанных с общением. Ставить себе цели, разбивать их на задачи, выполнять их, достигать чего-то. Тогда, видя результаты своей деятельности, вы будете больше верить в себя, осознавать, что вы чего-то достойны, вы достойны большего, что вы можете, чтобы вы ничем не хуже других людей. И тем самым уверены, что вас будет расти между самооценкой и самоуважением. Далее, ответ на следующий вопрос. Если общение не очень, то его можно заканчивать. Да, общение нужно нравиться. Нам нравится вызывать положительные эмоции. Если оно на начальных этапах такими характеристиками не обладает, значит, скорее всего, человек вам не подходит и выстраивать с ним каких-то контактов у вас не получится. Если есть какая-то причина, по которой общение не очень, то тут, может быть, как-то с человеком у вас возникло непонимание, может что-то еще произошло, то можно попробовать конфликт разрешить. Но первое впечатление очень сильное, и если оно вначале подпортило ваше общение, то низкий шанс того, что в будущем вы сможете данное исправить. Что касается ситуации, связанных за способами, то способы здесь достаточно разнообразные в том плане, что вот если говорить о неуверенности в себе вообще, то здесь нужно вставать под зеркалом, следить за тем, как вы выглядите, как вы говорите и пытаться корректировать свой внешний вид, корректировать свою речь, корректировать ваше положение, выражение лица и прочее. Если речь идет о страхах вообще, то их нужно выявлять путем поиска причин. Причина будет ясна, неизвестность пристанет быть, и вы, осознав свой страх, сможете с ним бороться и устраивать свое поведение, исходя уже из каких-то негативных для вас моментов. То есть вы перестанете просто бояться, вы будете как бы выстраивать стратегию поведения против каких-то фактов, и тем самым именно чувство страха ощущать его уже не будете. А будете просто бороться с какими-то негативными проявлениями, что гораздо лучше, чем бояться неизвестным. Надо понимать, что драка это всегда как бы избегание неизвестности. И вот когда мы поймем, с чего вы боитесь, то пол-проблемы уже будет решено. А дальше просто, наверное, будет скорректировать ваше поведение, чтобы вы вели себя адекватно обстоятельствам и, вероятно, своим каким-то индивидуальным особенностям. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в публичку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Продолжение следует...